Приветствую вас. Вы знаете, у нас принято грустить и заключаться, переживать по людям, по ушедшим, родным, близким и так далее. Но, на самом деле, если послушать людей, да, если послушать людей, что они говорят, так они говорят, что я не знаю, как жить дальше, человек. Я не знаю, что делать дальше. Я не знаю, как я буду без него. То есть история здесь, она про это. Я не знаю, как я буду без него. Это, по сути, проявление нуждаемости. Это проявление нужды в человеке. А когда реагируют так, как вы, да, вот так, как вы, это скорее говорит о том, что вы достаточно зрелая личность. И вы в нем не нуждались. Не нуждаетесь. То есть вам грустно. Грусть эта светлая. Что этот человек ушел, ну, в смысле, это, это, это тяжело, это больно, да, он мог бы еще прожить, да, но вот, что случилось, что случилось. И вы живете дальше. Это показаться зрелостью. Вы не чудовище, ничего, ничего, уж точно, что вы не чудовище. Вот. Встречается такое редко. Вот. С другой стороны, есть немаловажные факторы. Например, например, насколько вы вообще способны, да, свои чувства выражать. То есть, грубо говоря, нет ли у вас проблем именно, ну, именно в плане выражения чувств конкретно. То есть, если, если вы свои чувства выражали с трудом, да, с большим трудом, если вы выражали свои чувства, ну, вот. И вам это было, ну, либо, либо, либо это вам было, либо вам это было сложно, либо для вас это очень тяжело, либо у вас вообще есть проблемы с выращением своих чувств. То есть, опять же, вы не чудовище, но нужно понимать, да, что в данном случае можно вести речь, можно вести речь именно о том, что вы, наоборот, не привыкли, не привыкли. Как-то, а, свои чувства выражать вообще, вообще. То есть, ну, просто в силу того, что вы не эмоциональный человек, например, например. Может быть, может быть такая история. Может быть, это одна из причин, по которым вы не испытываете каких-то траура и депрессии. Вот. Еще один немаловажный фактор заключается в том, что вы жили гражданский брак. Это означает, что по какой-то причине вы, ну, не заключили брак официальный. Вот. Ну, это тоже может нагладывать определенный отпечаток на ваше отношение. Ну, на ваше отношение к нему. Вот. С другой стороны, вы говорите, что вот по родителям вы, когда родители умирали, вам было очень тяжело. Вот. А мы, наверное, были к ним приятны. Что-то сегодня. Вот. Возможно, по вашему мнению, вот именно по вашему мнению, они единственные, кто видел вас настоящие, да, видел вас такой, какая вы есть, а остальные люди нет. Так, тут, ну, тут, тут, понятно, понятно, что можно столько гадать. Вот. Чего бы мне делать не хотелось. Лично. Вот. В целом, в целом, я думаю, что то, что вы испытываете, как минимум, неплохо. Вот куда хуже то, что вы себя вините за это. Вот это куда хуже. То есть, куда хуже, что вы себя обвиняете, да, то есть, можете обвинять себя за себя. А в том, что вы чудовище там и так далее. Вот это куда хуже. То есть, тут, возможно, есть какое-то чувство вины перед кем-то. Не знаю, перед мужем или перед другими людьми, вот, перед обществом. Может быть, ориентация на мнение других людей. Ну, тут, тут нужно разбирать. Ну, тут нужно выяснять, как и что, и что. Вот. Но в этом вам и вам можно помочь. В этом, я думаю, вам можно будет помочь. Именно в этом. То есть, если вас мучает чувство вины, да, и, допустим, так, что вы у Господа прощения просите. Вот. Если вас мучает чувство вины, то... С этим можно поработать. Чтобы у вас не было, не было чувство вины. Вот. Вот. А в целом, в целом, это именно то, как мне видится ответ на ваш вопрос. Поменьше сравнивайте себя с другими людьми, побольше ориентируйтесь на свои собственные переживания. И вы увидите, как станет, как гораздо проще станет вам жить. Вот. Ну, и помните, что жизнь не закончилась, в любом случае. То есть, даже если вашего мужа с вами больше нет, все равно вам нужно жить дальше. Вот. И... Не ставить на себе крест в плане того, что живите дальше. Вот. Живите открытой, полной жизнью. И если встретиться человек, которому у вас возникнет чувство, то смело вступайте с ним в отношения и в брак. Вот. Желательно, все-таки, неграданский. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok